так следующий докладчик артур лейман из германии наш докладчик вот он сейчас из первой части перенес они договорились ему надо просто больше времени поскольку путь недалекий был мы ему предоставили лейман до его доклад называется аномалия планеты земля разрешите мне реабилитировать вот женщину в желтом то что она себя как бы назвала этим словом но за немецкий язык и иногда меняем местами иногда меняя местами слова в общем-то я пришел к выводу что русский и немецкий язык это были не просто языки первых народов это братские народы по-братима так сказать да и имею возможности сказать вам что ду это ты раба бог солнца мы об этом говорили поэтому да 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 намасте приветствую вас стрелка наверх стрелка вверх потому что пока артур ищет я расскажу он путешественник путешествует по всему миру сам своими глазами желают увидеть то о чем говорит поэтому вот его доклад будет основан том числе на его личном опыте наблюдениях прошлом году он был он теперь выдающийся личный совершенно значит поскольку вот на сайте клуба ученых у нас есть раздел посвященной гипербореи мы рассказывали что прошлом году 18 августа вот совершилось пророчество о котором говорилось в записке монахини лючия которая была личной свидетельственной свидетельницей чудов и тьмы а предыстория такая значит клуб ученых вы знаете мы где-то в середине 90-х годов у нас была передача телевидения антолий павлович ведущий был осознание знания мы пару лет и значит вот говорили пока нам цену не увеличили там что-то в 20 раз так чтобы не запрашивать лишнего на вот и на одной из передач приехала такой популяризатор науки религии из и из европы и вот в рамках передачи она сказала что знаете ли вы что два миллиона католиков ежедневно молится россии мы тогда интересно почему ну вот потому что за россию сказала молиться богородица значит фатиме фатима это название деревушки португалии где 1911 году в течение там шести месяцев 17 числа всегда ее голос богородицы видели ее лично три пастушка значит но в конечном своем она предупредила что вот последний когда раз приду ты вы скажите людям чтобы они пришли и значит я проявлюсь им определенным образом и вот собралась там порядка 40 до 60 тысяч людей то есть замолчать это уже нельзя была команда из ватикана там кардиналы и так далее значит ну и состоялся там интересный феномен пляска солнца когда пошел страшный дождь всех вымочила потом солнце сорвала свои орбиты поднесло снег все заорали значит но она остановилась но это был некий оптический феномен всех высушила сразу значит и все увидели как прогнулась ветка дерева пастушки как раз подошли вот к этому месту и и богородица сказала три своих пророчества значит два опубликовано было это значит о начале второй мировой войны и о том что если россия не образумится то она значит много чего сделать не того вот но потом все равно это я покровительство россии но и вот моя монахина лючия сказал о том что в последних своих записках когда она передала и опубликовал это последний только папа римский в качестве того чтобы дать что-то пастре новенькое оригинально интересно где было сказано о том что и парацель за 400 лет до этого сказал о том что на данной славе на одной из гор будет проявлен световой крест значит его увидят все жители земли а богородица вот фатиме по словам айнахини лючия сказала что этот крест световой будет явлен на одной из гор соловецких и вот прошлом году артур привез из германии там он расскажет сам если захочет одну чудесную икону которая связана очень такой трагической и драматической историей и с этой иконы стал ну подходить тем местам которые связаны древнейшей гипербарийской традиции но если вот те люди которые там были я фотографировал можете посмотреть фотографии в течение 20 минут на небе проявлялся крест четкий совершенно без заговоров но эта игра это световой феномен да но тем не менее пророчества исполнилось потому что но начальник на дел некие действия вот ходил с иконы сам артур поэтому вот данном случае многие уже христианские сайты сделали реплики так что теперь знаменитый совершенно персона вот смотрите этот чек которым было открыто значит вот это чудо пожалуйста разрешите мне поблагодарить анатолия палача смирнова за то что он откликнулся один из первых ученых россии на мои письма которые я стал рассылать в разные концы после того как я в 2008 году сделал то что сказал архимед свое время дайте мне точку опоры я переверну землю я перевернул глобус нашел 110 меридиан нашел книгу чакры и кундалины наложил эти знания на глобус и открыл так сказать то видение что называется аклантиды я вам подробнее потом расскажу но сейчас я в общем-то хочу зачитать то что прочитал ассалоне о платоне сочинение платона породили целую литературу посвященную атлантиде на эту тему написаны тысячи книг переведенных почти на все языки мира количество жестотей и и очерков оценить невозможно никогда пожалуй в истории человечества текст естественного содержания в два десятка страниц не вызвал такой поток толкований и переложений как сочинение платона платон назвал свой метод диалектическим то есть вопрос на ответным именно такой метод выражена драма драматизм поиска истины в диалоге федор он подчеркивает важность выхватить в беседе нечто незыблемое добраться через мысленное разделение до некоего денеделимого и идеальной сверхчувственной сущности что и дает подлинные знания на картинке здесь изображен меч эскалибур вы наверное знаете все о том что король артур свое время который не дошел немного до ватикана там была своя история рядом находится вы видите фрески связанные с божественным изображением с ангелами в общем я считаю что выхватить меч это выхватить знания это так сказать аллегория которые мы должны просто понять глаз бога это не что иное значит божественный глаз должен спуститься на землю и нечто должно произойти с нами мы должны открыть новые знания которые лежат у нас под ногами и познав истину мы сделаемся богами на мой взгляд здесь изображен глобус потому что если мы возьмем это как подставку это держак и в общем-то круг в общем и египтяне они немножечко зашифровали все не так как мы это видим там не было молотков зубилом там была абсолютная давка матрицы и жидкий камень в общем я сам посмотрел в египте все эти конструкции огромные был внутри в пирамиде сделал своего в общем потрясающие огромные сооружения людям это невозможно такое сделать нельзя я сам работаю своими руками создаю влагу для остальных людей и знаю что это фактически нельзя сделать поэтому просто надо мыслить логично и не верить тому что нам врутся начинаю я свое выступление вот именно с этой перуанской картинки в общем если вы будете внимательно смотреть вот эти полосочки они как бы с широкого на узкое наверх идут и человек который изображен неизвестно кто его сделал и когда но моя мое мнение такое что это в общем-то лазерным лучом сначала были отмечены параметры а потом уже люди которые жили на земле они просто выложили обкопали вот это место для того чтобы она захоронилась века но эта картинка несет в себе определенное значение для того чтобы ее понять надо еще кое-что приложить этой картинке моя история начинается 2004 году в августе месяце когда из египта из путешествия приехали мои знакомые глядя их не фотографии когда мне в руки попала этот снимок в общем я был удивлен что делают на колоннах изображенных где-то в египте инопланетяне на первый взгляд здесь ничего не видно но так как я школу закончил история и география это были мои самые любимые предметы по истории я знал что египтяне строили пирамиды я никогда не знал что это такие огромные мега конструкции и колонны которые я в дальнейшем тоже разыскал это значит в люксоре находится карнак темпель колонна с правой стороны обратите внимание вот здесь изображены русские валенки так как я сам по происхождению русский рожден в казахстане и живу уже более 20 лет в германии то вот эти валенки навели на меня какую-то мысль что делают валенки на колонне давайте сейчас все это пойдет процесс значит смотрите это кновский дворец минотавра разговаривая буквально на днях с александром александровичем воронином в москве с писателем и президентом атлантологом самым главным так сказать российским я ему когда эту картинку показал говорит ну и что здесь такого чудес необычно это лабиринт минотавра того самого человека быка которому заводили людей в общем которые вы знаете историю но самое главное он не обратил внимание на то что колонна перевернута как сказать вверх ногами узкая ее сторона находится снизу а широкая вверху это само по себе уже неправильно значит есть такое понятие что нет что где-то нужно перевернуть если мы вспомним салона свое время его подвели к колонне жрецы египетские и прочитали что девять тысяч лет тому назад от того момента огромная держава атлантида была в течение суток ушла на дно так сказать она была поражена греческим именно греческим народом ну и потом платону передав через шесть поколений эти знания платон написал свои так сказать мистические такие две заметки которые и будоражат умы ученых и не ученых людей всего мира и еще так и не могут найти до сих пор в общем смысл этой колонне то что что-то нужно перевернуть я перевернул и ту колонну которая находится в египте и как видите здесь две ноги туловище плечи шея сфера головы с большими глазами это нам тоже как бы демонстрирует сделайте нечто и вы придете к определенному выводу нам намекают древняя цивилизация надо что-то сделать хорошо всем видно да что это инопланетянин это не какой-нибудь не египтянин а действительно инопланетянин это догу из японии работая методом накладывания вот две прозрачные пленки когда я соединяю и накладываю картинки вот таким образом то сфера головы и глаза догу они соединяются как будто одно целое но если мы продолжим вот эту вот полу сферу вокруг то это получается у нас как колпак из стекла то с ним уже можно плавать под водой или находиться в космосе таким образом прошлая цивилизация зашифровала нам нечто какую-то информацию если вы будете внимательны то вот в этом месте обратите внимание вот лоб вот глаз вот нос вот щека вот губы вот подбородок здесь а лицо человека в профиль как фотография но это все сделано из глины и это сделано более 12 20 тысяч лет тому назад рядом с ним находится еще одно лицо вот тут впереди большой нос глаз губы подбородок и курчавый волос два лица по этим лицам я сделал свою теорию где что находится я был в тибете очень много путешествовал ну сделал свои определенные выводы и вычислил логическим путем где что находится у нас на планете раз уж мы пришли в Египет то давайте изучим африканский континент я не знаю здесь мне немножко плохо видно но вот эта вот желтая часть так сказать это мне напоминает мозг когда я пролетал на самолете над египетскими горами вот это вот форма гор представляете это мозги по любому это мозг это извилины не везде не везде следующая фотография наглядно демонстрирует наложив вот видите шишковидная железа с нервной системой вот этот вот нерв третий глаз так сказать он ложится точно на Нил на речку Нил которая вытекает из озера Виктория озеро Виктория это получается глаз африканского континента этот континент имеет также небольшой рог видите верхние его части получается что у нас как бы все искусственно сделано и континенты тоже ну мистика получается ну давайте будем дальше идти вот река Нил по всей вероятности это образ стебля который идет как бы из-под воды озеро Виктория вот это у нас искусственно сделанный водоем а это у нас не что иное как раскрывшаяся лилия дельта таким образом мы можем прийти к выводу что у нас действительно все заложено искусственно на планете находясь возле египетских пирамид мне в голову пришло что так или иначе люди которые это делали они хотели нам передать какую-то информацию очень ценную как работает это все в общем знаете я приехал домой и долго не думая пошел и попросил чтобы мне ребята вытащили из телевизора плата плату ГИЗа и электронная плата само по себе здесь проводим параллели ну а когда я сделал это то вы видите что это одинаково одно и то же людям в те времена это было невозможно сделать у них мозгов бы не хватило если мы от обезьян произошли Глаз Бога это Синайская долина там где 42 года Моисей водил 42 года Моисей водил свой народ но так ни к чему они и не пришли те действия которые они совершали они продолжали совершать и через 42 года разговаривая с Эриком фон Деникин я обратил его внимание на то место где находится Атлантида он меня внимательно выслушал и вот это вот уже запечатлена наша вторая встреча он сказал что действительно он обо мне думал эти несколько месяцев которые мы не виделись и по всей вероятности я что-то заложил в его мозг какую-то информацию в общем мы стали как бы общаться он мне дал визитные карточки телефоны ну контакт как бы такого не произошел он очень занят он каждый вечер проводит по семинару в разных городах Германии он ездит по всему миру поэтому я не стал на нем как бы ну заключаться только на нем есть и другие ученые с которыми мне пришлось потом говорить в общем я с этой идеей ношусь уже 4 года и в общем то только русское географическое общество пошло мне навстречу предоставило в 2009 году конференциал и я провел там свой первый семинар так сказать есть люди которые посещали этот семинар я задал вопрос Эрику Фонденикину в его журнале ААС археологический журнал есть такая картинка вот обратите внимание я ему задал вопрос что бы это все значило одним словом как он может мне объяснить он говорит каким словом я ему говорю вот смотрите это опасность вот это вот химическая лаборатория по всей вероятности это колба змеевики всякие вот лабораторные столы стоят но если мы возьмем что вот это вот это голова не собаки а как вам сказать сейчас я наверное не вспомнил уже это слово потому что иногда русские немецкие слова путаются ну в общем то это лаборатория или химия однозначно химия это опасность это кровососущая если такая штучка прилетит и пососет у трупа крови а потом передаст его живому существу то это малярия а малярия она забирает миллионы людей в людских жизнях следующее существо это существо живет в речках в Ниле в Гонго в других Миссисипи если такая гадость вопьется в тело то без вмешательства медицины ее не вытащить никак и тогда тоже опасность и это смерть но если мы возьмем вот эту картинку что это у нас вертолет вот подводная лодка вот самолет и все это сделано были тысячи тысячи лет тому назад все эти фрески то кто это делал и какие знания она несет и к чему нас как бы предупреждает о чем предупреждает будучи в Германии в городе Висбаден вот эта верхняя часть я поставил маленький крестик но того что вы здесь видите этого еще не было карта была обычная пустая я просто взял ее и поехал на машине я приехал в собор где когда-то Достоевский ну в общем он там крестился женился по всей вероятности его очень помнят в общем там находится русский собор с куполами русский батюшка ортодокская церковь так сказать в общем поставив там крестик я обратил внимание что вот эти точки если их соединить получается пирамида когда я нашел вот эти две точки и соединил у меня получился пятиугольник а соединив все между собой получился пентаграмм звезда но самое ценное в этой фотографии смотрите города обозначенные кругляшками черными и кругленькими беленькими они расположены точно на осях вот этого пентаграмма сделать люди сами по себе это не могли потому что находясь внизу мы не видим этого понимаете а если мы видим что это четко 35 точек я насчитал значит это кто-то с космоса спроецировал вложил камни и по всей вероятности потом прошлая цивилизация начала там строить свои города когда в 2008 году я ехал от эрика фонды никина из швейцарии меня в тот день вот по дорогам по автобанам водила водила то что мне нужно время 6-7 часов я почти что потратил 10 часов на дорогу домой и когда я поехал в направлении франкфурта на майне вот он видите то я понял что я делаю большой крюк где-то в 300 километров я думаю ну что меня так сегодня водит это не чистое к чему все это я понял что мне необходимо попасть вот сюда в центр когда я приехал поставил машину взял свою фотокамеру и по перекрестку вы видите вот здесь прямо крест находится здесь дороги как бы сходятся между собой я сделал кружок и пофотографировался как бы по кругу уже вложил камеру назад и вы представляете и вы представляете что я увидел когда я посмотрел влево из земли из бугра так сказать на котором стоят такие вентиляционные электродинамические машины которые добывают электричество в германии сейчас очень много ветровые мельницы так сказать да из земли вылетают три огромных военных самолета я сам работал пять лет в аэропорту я знаю что самолеты так не летают потому что сила отталкивания когда включается двигатель там невероятная но когда между самолетами расстояние что войдет еще только один самолет вы понимаете их катапультировали а значит там под землей находится военная база по производству самолетов и это произошло 7 августа 8 августа началась олимпиада и в этот же день ночью вы знаете произошла война ну вот теперь я вам покажу свой метод переворачивания антарктида и северный полюс в принципе ничего особенного мы привыкли к этим картинкам но смотрите что происходит если перевернуть антарктиду с одной стороны на другую она выглядит вот так а если туда вложить мозг то это получается антарктида является матрицей для мозга и если есть мозги то значит должно быть и все остальное пожалуйста вот она атлантида южный полюс окружен материком круглой формы это гористая местность с внутренним морем и главное вы видите вот это вот шея она здесь хорошо выражена и плечи и тогда получается что континент лемурия и атлантиды которые находятся в тихом океане и которые затонули вследствие какого-то действия планетарного они имели форму человека голова шея плечи по всей вероятности здесь находятся и чакры и все это находится на 110 меридиане я это вычислил вот по такой маленькой статуэтке кобры или та самая кобра которая находится на голове маски тут от хамона там все совсем не так как вам преподнесли там надо правильно подумать и все расшифровывается килограммы граммы там цифры идут ну вот вам пожалуйста это первый человек адам которого бог создал из глины и то что в библии пишется оно пересекается как видите ну немножечко по другому там должна быть и ева и если мы вспомним город женева жен женщина ева и находится она на берегу озера лемон то лем это глина аман это мужчина и получается что первая фамилия адама лейман кто-нибудь смотрит с такой позиции северный полюс оказывается совсем и не северный полюс а нефертити поэтому один глаз который здесь выражен сетью островов наглядно просто надо накладывать и немножечко как бы воображение включать хорус или гор как его называют я вам сейчас покажу карту Рюгена несколько лет тому назад я находился на этом острове обратите внимание что вот перед вами сверху вот эта верхняя часть вот это клюв вот это крыло вот он хвост перед вами птица чайка по всей вероятности а то что снизу находится постарайтесь разглядеть немножко мелковато правда но смотрите вот это череп это клюв это крылья это еще одна птица это две птицы дублирующие у нас кстати на планете все дублируется чтобы вы знали дублирующие это верхняя часть Германии а как выглядит Германия я вам сейчас покажу ее границы кстати когда я дочитывал книгу как раз таки там она по моей тематике если вы которые мне снабжают литературой последние слова в этой книге были твое время пришло гор и когда я увидел деревню под этим названием там всего четыре дома тоже называется гор я просто убедился что все есть последовательность это и меня просто введут силы какие-то определенные снизу вот это германская демократическая республика это ее границы заложенные кем-то и когда-то если мы сейчас отсекем в сторону что когда-то были ГДР и ФРГ а в настоящий момент это все одно целое вы видите да я просто нарисовал это такой смеющийся мальчик смотрящий в небо а вот эта вспышка которая во вселенной произошла мозги подбородок носик все это подходит как бы именно Германии и Нострадамус нострадамус писал что с пятидесятого градуса придут знания Генриху он писал письмо а Генрих это Гайнрих или Андрей или Генрихович если мы будем читать наоборот сзаду наперед это возможно расставив точки сами прочитайте что у вас получится буквы СТ это санкт святого ума дарсон теперь вы понимаете что Нострадамус это не просто был человек это был человек посвященный которому Бог диктовал то что он передал нам в века и его Катрены это не что иное как будущее которое все сбывалось и сбудется в любом случае кстати прочитайте Эскалибур Рубил К энергия С это Нойтрум или средний род делайте выводы сами английское слово Эскалибур по-русски читается и понимается смысл ну в общем эта картинка была для того чтобы вы поняли что есть нечто что можно вложить именно в эту вспышку Бог дает нам сигналы которые мы должны просто по-своему как бы принимать и правильно принимать вот эта фотография в общем здесь видно чуть-чуть блестит река эта река называется Тара это Окуневский ковчег Омская область деревня Окунево вот тут домишки вышка их я стоял в своей палатке вот где-то вот здесь на углу на самом таком берегу крутом реки Тара и когда утром рано прилетела сорока и разбудила меня своим вот этим похлопыванием крыльев там кудахтанием карканем я вылез и говорю сестра что ты от меня хочешь что ты так рано разбудила она улетела на другой берег в лес и я думаю ну что-то здесь не то посмотрел влево там еще темно ночь еще не кончилась а вот вправо чуть-чуть вы видите зарево но в небе вдруг я увидел Будду так как такие снимки я всегда снимаю и на видео и фото делаю чтобы некоторые кто не верит сказали что это подделка у меня всегда все дублируется это Будда который сидит в позе и медитирует в этот день я отправился в лес к озеру Шайтан пробыв там в лесу неделю ну и проделав свой путь я был и в Аркаиме был в Уфе общался с профессором Улдашевым в конце концов я посетил Москву конференцию тоже уфологов от Владимира Георгиевича Ажажа и прилетел домой и первое что я сделал это я в компьютере посмотрел все это с высоты космоса через гуголь вот эта вот картинка сверху смотрите что здесь находится интересно река Тара сама по себе в Сибири ну что ей там делать да Тара это чисто буддийская так сказать философия зеленая белая Тара вот это здесь находится деревня Акунёва а вот это вот озеро Шайтан обратите внимание оно имеет форму если туда вставить лицо человека да вот есть такие вот фотоаппараты там где-то ну люди идут по парку и подходят там стоит такой стенд он свою голову засовывает и получается что лицо как бы вставим сюда лицо а сверху получается как будто бы волосяной покров или прическа и антенка вы понимаете антенка торчит сверху если мы возьмем за расчет что из озера Шайтан который имеет два дна первое дно находится на глубине до трех метров а второе дно более тридцати метров ребята пробовали там шесты и все это такое прочее связывали не могут до дна дойти но так как я человек общительный и люди видят что какую-то информацию не собирают то я сразу же получил информацию от одного человека татарина кстати деревня инцис вот она там татарская деревня там одни татары живут и этот человек сказал что после войны в сорок пятом году пришел один солдат без ноги татарин и он кормил всю неделю тем что он на лодке сплавлял сеть и те окуньки и рыбки которые попадались в общем он кормил всю неделю деревню но он правда там и погиб на этом озере оно его забрало к себе так сказать хотя не сам труп он просто обнял лодку и в общем он захлебнулся там но он не утонул как бы его вытащили но он был мертв уже но самое главное он видел лучи которые исходят из озера лучи а это нечто невероятное какие могут быть лучи или те же самые лучи которые видят с высоты горы Кайлас которая находится в Тибете мол Даша в своих книгах об этом пишется я встречался с людьми которые сами видели эти лучи энергетические значит в этом озере находится какой-то или генератор или какая-то база там были ребята которые заныривали на эту глубину они подняли какие-то камушки но в общем ничего не нашли а если мы возьмем книга есть как это Сибирь спасет человечество в общем там пишется что когда-то здесь стоял храм ханумана и потом якобы он ушел на дно и там находится кристалл ну не знаю как сам по себе кристалл может выдавать энергию я думаю что ее надо подпитывать чем-то тем более если этот луч ходит и ищет по небу что-то или передает какую-то информацию в потоке своих частиц световых самое интересное посмотрите внимательно вот здесь вот где-то вот точка в лесу я здесь стоял ну рядом со мной находилась полянка она по образу напоминает зайчика вот даже глаз и ушки есть кстати с зайчиком связано очень много явлений которые у нас на планете есть даже на глобусе который вам сейчас покажу гортопский глобус там тоже это присутствует ну давайте вернемся к таре значит разглядывая тару и разглядывая озеро шайтан я пришел к выводу что прошлая цивилизация или мега цивилизация из космоса нам хочет что-то дать какие-то знания и вот получая журнал от эрика фон леникина а а с называется этот журнал археологические астронавтиши эти он и в америке и здесь в европе выходит обратите внимание вот это зелень если ее перевернуть она нам дает образ да вы видите это два глаза рот голова и плечи а так как зная тайну атлантиды которая находится в тихом океане которая тоже имеет голову и плечи я пришел к выводу что надо поискать дальше и представляете в Ирландии находится этот объект вот он он голова глаза рот а вот прямая линия и которая сбоку выражена пунктирами именно так у нас на планете находятся чакры значит прошлая цивилизация заложила здесь определенную информацию и те короли прошлых веков которые приходили и как бы давали обет земле матушки о том что они будут ей служить верные своему народу не так как нынешние правители только себе в карман они давали обет в этом месте выраженный фалос значит у нас на планете что-то должно быть которое напоминает или вавилонскую башню или фароский маяк или просто маяк или фалос будем так говорить однозначно египетские фрески обратите внимание фигура в центре композиции покрыта желтой краской с фалоса на голову маленькой фигурки человека капает сперма какие у вас ассоциации так случилось с египтологом ну и все такое прочее вот смотрите луна солнце а возле солнца еще один маленький объект если вы возьмете фотоаппарат наложите на объектив очень мелкую мелкую сетку металлическую ячеечка должна быть не толще чем укол иголки самая тонкая и через эту сетку сфотографируйте солнце то вы всегда будете видеть с левой стороны от солнца снизу немного объект планету которая в принципе невидима потому что глядя на солнце мы его не видим огнево ну его не видно а вот через такой аппарат можно увидеть я сам лично видел эти снимки в Москве профессора мне это показали так что вот идея товарища из Японии она в принципе ну это была плазма так сказать которая делилась это не была новая планета это была плазма или бог нам дает что-то понять тайна тут от Хамона обратите внимание это его маска именно на этой маске которая идет в определенной последовательности в гробнице так сказать когда все вскрывали лежал маленький веночек сплетенный из цветов полевых профессора умиляются ой какая была там нефертитель и кто бы там ни была его жена положила венок на память своему супругу ушедшему а если вы проведете линии вот так вот а у вас опять получится фалос вот эта фотография феноменальная я был в Тибете в этих местах дважды вот здесь находится гора Кайлас именно оттуда идет свечение но смотрите внимательно это не что иное как выражение кстати это скалы это горы это естественное образование это не рукотворное ничего это женские половые губы и мужской член с яичками который упирается по профессору Молдашеву с обратной стороны это зеркало ямы а так сказать это действенное плево а соединяет их как видите анус и все это собралось в одном месте земля живая и нам дают об этом знать смотреть на эту картинку нужно именно с этой позиции и прошлые жители нашей планеты это Макчу Питчу город вы наверное узнали только я его просто перевернул так сказать ну это образ человеческий образ именно в таких местах прошлые цивилизации строили свои города они были ближе к Богу и тогда молитва достигала цели Европа ну это уже мой эксперимент фантазия но все сходится границы заложенные кем-то четко выраженный рак это лошадь английская уфимская лошадь она в длину что характерно имеет 110 метров ни больше ни меньше а на 110 меридиане в Тихом океане находятся чакры планеты Земля нам дают знать смотрите внимательно и думайте это тоже очень интересный снимок на камне смотрите параллели проведите я ничего не буду говорить это в принципе одно и то же и поверьте мне когда я был в Тибете в 2006 году мы ехали уже возвращались назад и у джипа взорвалось переднее колесо с правой стороны но я вышел думаю что я буду стоять 10-15 минут пока они будут менять колесо и пошел в сторону озера которое виднелось с правой стороны рядом совсем как бы по белому песку шел и через пару минут ребята сигналят что колесо они уже поменяли а до озера я так и не дошел хотя я шел по его дну можно сказать просто оно с веками отошло немного дальше и я так думаю а что же меня сюда привело зачем я сюда пришел вообще и вдруг я увидел красного цвета камушек он трехгранный так вот на этом камушке кстати вот есть точно такое же изображение также лежит какой-то человек и по всевероятности тот континент который выражен в форме человеческого тела торс его с плечами шеи и головой как раз таки есть олицетворение лемурии и атлантиды а верхушка которая сейчас выглядывает из-под воды это и есть антарктида где кстати нашли и пирамиды и древние города если мы Жака Кусто возьмем 56-60-е годы которые плавали там французской экспедиции были там очень много интересных вещей которые с ними произошли почитайте в интернете находясь недавно в городе Амстердаме я увидел карту древнюю но что меня очень заинтересовало это вот эта средняя точка это солнечное сплетение которое находится и у людей и кстати оно находится и у земли вот я его увеличил видите все параллели все соединяется в этой точке это почти что район экватора а теперь смотрите вот это вот прочитайте внимательно все центральный орган Шамбалы совещательную палату по-прежнему возглавляют высшие космические сущности которые еще долгое время будут оставаться на своих должностях поскольку Санат Кумара и его сподвижники настолько же превосходят в своем развитии учителей земной школы насколько те в своем развитии превосходят представителей животного царства эти учителя повинуясь закону вселенной не могут да и не должны прямо вмешиваться в эволюцию планеты поэтому они влияют на эволюционные процессы иным образом с помощью мощных энергетических излучений несущих зародыши идей понятий концепций и вдохновения которые они рассылают по планете это означает что мы люди обладаем ничем не стесненной свободой воли ибо только благодаря ей мы можем накапливать ценный полезный хотя и купленный дорогой ценой опыт и развивать способности позволяющие реализовать наш эволюционный потенциал все сходится сейчас я вам показываю секретный документ который русские нашли в сорок пятом году прочитать мне его так же тяжело наверное как и вам но вы видите здесь Абакумов и всевозможные фамилии в общем-то это хороший документ но цель этого документа такова 1500 экземпляров карт были оставлены специально для того чтобы русские пошли по определенному пути нашли они этот ответ на вопрос или не нашли но во всяком случае до сих пор пока не слышно эта карта смотрите внимательно на первый взгляд это непонятно глобус или что это такое вообще вы видите да смотрите внимательно сюда Шамбала штат даргёте Шамбала это город богов так там и написано Аузгард это Агарти та самая страна ну где это находится это вода это материки это континенты это океаны где это находится давайте теперь вспомним что в сорок седьмом году адмирал или даже сорок шестом это был какой-то там высокий прыжок адмирал Ричард Берт американец вместе с войсками с несколькими кораблями военными более пяти тысяч там людей было военных и только чуть больше двадцати человек ученых пошли в сторону Антарктиды и вот не доходя Антарктиды из воды вылетали НЛО они за двадцать минут их разбомбили в общем-то неудачная экспедиция быстренько свернулась и они вернулись назад сказали что там делать нечего там такое творится что лучше туда не суваться они думали что это немцы которые начиная с тридцать девятого года направили свои знания именно в Антарктиду а война была развязана для того и только для того чтобы увести людей от истины и немцы нашли вход под льдами Антарктиды заметьте вот пунктирная линия вот она снизу идет и вход через южный полюс во внутреннюю полость нашей планеты наша земля пустая оказывается и все теории разбиваются в прах там внутри солнце континенты и все остальное там живут люди их миллионы это праведники которые здесь на земле получают право жить вечно заметьте если возьмем землю санниковы и те острова которые всплывают смотрите на северный полюс здесь сеть островов которые ходят и работают они то появляются то исчезают и то свечение которое происходит на северном и на южном полюсе это есть не что иное как свечение внутреннего солнца и все планеты нашей солнечной системы по всевероятности пустотело и внутри это замысел был бога поэтому внутри они по всевероятности заселены поэтому на марсе делать нечего не тратить свои деньги напрасно вас туда все равно не пустят Петрус это был человек после Иисуса Христа сразу же он нес знания которые нес Иисус Христос я вернусь сейчас назад и кое-что вам продемонстрирую Иисус Христос говорил я есть им альфа и омега альфа и омега расшифровываются если мы вспомним тут от хамона как он лежал вот эти две перемычки они дают нам букву а а омега находится в лапах в когтях у птицы грифа обратите внимание он еще говорил я есим то что я есим это есть не что иное как е семь если мы берем е и семь и мы входим в квадрат который написано к р а рядом ам если мы вспомним выступление сегодня Ильи Викторовича то мы понимаем что ма ам к р это все есть части одного целого ма это земля ка это божественная энергия ра бог солнца там все находится как ад получается у нас внутри то что нам проповедуют все время что ад находится в земле на самом деле там рай если мы теперь логически представим что Адама и Еву первых жителей попросили выйти оттуда на поверхность где холодно в космос можно сказать их выгнали а попробовав яблоко вот этот змей это есть не что иное как разум или мудрость которую мы сейчас должны все поставить на свои места а яблоко на древе жизни это и есть наша планета которая находится на древе вселенной наша планета и является яблоком золотой ключик теперь необходимо найти только замочек куда он вставляется пожалуйста нам постоянно дают понять все поля уже распещрены тысячи и тысячи всяких рисунков но почему-то ученые все это игнорируют и начинают придумать какие-то басни что это все сделано искусственно невозможно сделать это искусственным путем потому что пшеничные колосья не поломаны они согнуты посередине находится глаз замочной скважины картина Рериха Иисус Христос и его учитель когда они находились в пустыне по всевероятности Иисус Христос был и в Индии и в Непале и в Тибете он познал знания в Ведах и принес это все в Израиль но еврейский народ его не принял потому что он был слишком умный для них а то что он творил чудеса это для них просто было невыносимо поэтому они решили от него избавиться и по всевероятности что возраст 33 года он не прав не совсем прав 45 по всевероятности это истинный год когда Иисус Христос был распят но не насмерть как мы понимаем потому что там есть в Библии некоторые страницы которые надо внимательно читать что там было до 100 килограммов специальных масел припасено чтобы его только излечить и через 3 дня он просто пришел на базаре его Мария Магдалина встретила в одеждах садовника он был но не узнал а потом через 40 лет он исчез через 40 дней извините ну по всевероятности он пошел в те места где он и провел свои лучшие годы своей жизни так вот здесь нарисовано квадрат в одном квадрате ступня в другом квадрате рука и соединены они сверху и сказано было Рерих так и написал что это вот я нарисовал пестик какой пестик соединение ну давайте за пестик мы возьмем что это цветок а это квадрат 1 квадрат 2 пирамида соединенная по горизонту и увидит только глаза кобры кобра расшифровывается как я уговорил вот эти полоски их 36 36 меридианов вот этот центр несет в себе самые ответственные знания это древняя карта сверху находится Иисус Христос это внутренний мир потому что здесь мы видим рыбок это почти такая же карта как я вам показывал в Дешамбала и Агарте это из Лувра взята картинка если мы возьмем и продолжим что это есть круг глобус это южный полюс и вот он Иисус Христос а это облака или тучи или вода потому что круговорот воды с природы все равно это вода так или иначе Атлантида ушла на дно океана обратите внимание Николай Спаситель у которого Эпсилон на шее так сказать этот платок и НЛО которые также дают нам понять что нечто здесь надо посмотреть вот это вот ответ в Намибии недавно упал этот шар и в НАЗА отправили эти данные НАЗА молчит как всегда от них ничего не дождаться смотрите что это на самом деле значит полая земля тибетские знания майя ну и понимаете да это все одно и то же так что нам уже с космоса кидают шарики для того чтобы мы поняли куда их надо вставить Гортовский глобус я буду быстро говорить о том что здесь нарисовано вот это вот Бог у которого есть и другое лицо он держит древо жизни яблок американский народ несущий вот этот знак это их не знак мы сегодня смотрели они падут так сказать знания придут вот это Россия у нее булава это новое оружие Иисус Христос распятый до тех пор пока его не снимут с креста он не вернется заметьте вот змей который тянется к короне тот же змей у него вот белый голубь грааль вот рыба это Иисуса Христа у нас знак это голубь а вот зайчик еще один вот еще один зайчик это облака уже пошли а вот птица жар птица видите вот ее голова с короной крылья все нам космос отвечает вот это интересная картинка я не буду все это вам объяснять я покажу то место где ученые должны находиться из чего они должны начать вообще свое изучение планеты это дно Тихого океана вы видите квадраты дороги все испещрено если есть у планеты нечто называемое фаровским извините я не знаю куда это сейчас что делалось отмена вот 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 убрать так следующая картинка справа нажми не отправлять так куда это сделать не отправлять следующая картинка цифра номер 7 это седьмая чакра это также находится на дне Тихого океана это выражено в горах уже если Вавилон и та башня которую бог сместил по всей вероятности находится вот в этом месте туда должна быть организована экспедиция по всей вероятности такая же как Юрий Синкевич в свое время на оплату Ра только это будет Ра 2 Хиардал да вот в Тихом океане недавно сплыл такой вот остров тут как говорится без комментариев у вас есть в России такой профессор интересный да он вершины гор соединяет линиями получается русские слова и когда я прочитал слово маяк да Чудинов я был убежден или Чудинов да в общем я был убежден абсолютно что маяк существует на самом деле вот она Атлантида по Платону круглая с каналами каналы это есть не что иное как меридианы параллели ну а северный полюс вы знаете это образ Нефертити да вот это вот очень важно очень очень важно смотрите вот так хорошо и без вспышки хорошо сейчас проверим есть отлично спасибо видно все нормально слово монолиза и аномалия это один смысл на этой картине изображена мать земля и аномалия находится на заднем плане вот этот образ змеи кобры вот это рог нос губы видите здесь открытый рот вот тройка а вот пожалуйста матрица для Тутотхамона Тутотхамон является разгадкой всему ворота экватор а равняется а но не является а в этом случае две точки это уже э если мы напишем слово атомы это мы теперь вы понимаете кто мы являемся на самом деле мы являемся атомами божественного организма ну и так быстро буду просто уже без слов Австралия не будут вопросов я так понимаю смотрите внимательно орал и байкал это глаза тибет это тибетское наголе это нос Россия находится в лобной части лоб собаки с Россией ничего не произойдет и Ванга так говорил и Кейси так говорили все говорили это вот это очень интересно для этого я принес нечто смотрите внимательно если мы вот этот орешек разделим вот эту часть сюда вот смотрите что у него находится на шее маковая головка нарисовав ее континент имеет образ ангела вот этот остров он как раз сюда просится а троя и родос смотрите троя это трия это корона я я я они дают в принципе корону образ вот она корона сверху а родос это рот ос или пчел а пчелы это апис а апис это бык египетский кстати здесь тоже вот находятся горы которые тоже несут название связанное с быком таурус ну а теперь смотрите внимательно знакомое вам уральские горы и арка им это не что иное арка им это не город как говорят ученые это глазница это глаз это зрачок это надо что то увидеть я заложил там нечто когда я был в прошлом году информация пошла в космос германская демократическая республика пожалуйста мальчик в кепе вспомните когда гитлер вот так мальчика по щеке трепал есть такие кадры это образ германии они знали это тогда еще а вот вам ответ что такое струны вот они струны я вчера и сегодня слышал про какие-то струны я не знаю что такое я не физик а вот самолет и вот он самолет вы видите одинаковость это нам дали тогда еще века века назад это одно и то же а получается что мы верим все вот в это оно разбивается никогда этого не было поверьте мне все спасибо я лично его не знаю но когда я вам уже сказал я прочитал что там слово маяк присутствует труси все да я уже потом смотрел да 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 но меня интересует только слово маяк все остальное может там и не быть нет 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 абсолютно нет 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 я вижу только параллели и даже одного слова мне было достаточно для этого оно и было написано что в том кейнже вам прислали изображение штукатурки вот на чем он как бы после этого упал изображение штукатурки взял человек фотошоп и говорит вот я где-то изображение солнца прислал прочитайте там там читает макошь а он переписку это все выложил с ним вот как я где-то монтировал как я прислал все человек умер но он такой смелый товарищ там читать его вы можете да вопрос 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 спасибо артур вот такой интересный взгляд на мир все что вот вот вопросы вспышка вопрос поза это есть там